Кубок Английской Лиги Кубок Английской Лиги 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 и так далее. Все равно будет дополнительное время. Со всем остальным будем разбираться по мере поступления информации. Итак, давайте знакомиться с составами играющих команд. В воротах Челси Тибо Куртуа, номер 13. В центре обороны сегодня, внимание, появляется Курт Зуман под пятым номером. И не играет Гарри Кэхилл. Он в запасе. Наверное, это все отголоски матча против Брэдфорда, в котором Челси проиграл 2-4. Несколько дней назад это была 1-16 финала Кубка. В центре обороны Мартин Шкёртел, 37-й. Помогает ему еще пара защитников. Мамаду Сако, 17-й. Слева и справа Эмрет Джан, 23-й. Схему с тремя защитниками оставил Брэдфорда. Ну и, конечно, его опыт, его умение исполнять длинную передачу очень полезный. Но вот сейчас Джерард. Хороший пас под удар Каутиньо. Это... Нет, это Морелло. Достаточно шагов, чтобы сократить расстояние до Морена. Здесь мы видим, фланг Ивановича провалился и нет подстраховки от Виллиана. Не дает повода расслабиться. Джерард спешит на помощь Хендерсону. Перевод. Это Каутиньо. В центре уходит Атазара. Обыгрывает Курту Зуман. Удар и снова Куртуа. Игрок Ливерпуля обыгрывает один в один. Конечно, не очень здорово сыграл Курт Зуман, мягко говоря. И это еще один шанс у Ливерпуля. И игра первая, по-моему, плавно перетекла во вторую, когда действительно Ливерпуль по моментам был интереснее. Напомню, что не были до конца здоровы перед этим матчем опорный полузащитник Джон Оби Микел. У него травма головы. И вингер Андре Щур. Каутиньо. Прекрасная была возможность ассистировать. И опять, смотрите, Стерлинг, Джерард, набегающий Лукас. Это все люди для передач. И Маркович справа. То есть у Ливерпуля в этой атаке было несколько вариантов. И зачем Каутиньо бил появиться на поле? Потому что одна замена сделана. И Рамирес у нас в центре. О, как не кстати проскочил мяч для Шкартелла между ног. Азар! Азар! Шик! Воспользовался грубейшим просчетом, конечно, Мартина Шкартелла, который полез обниматься к Оскару, а нужно было бежать и отрабатывать назад. Убежал отовсех Эдэ Назар. Немножко не хватило точности. В запасных у Ливерпуля оголки Перуорд. Рамирес добавил порядка в центре. Там уже не зияет огромная черная дыра. Подача. И Миньоле добивания не будет, потому что здесь Жан. А, между прочим, Миньоле какой тяжелый мяч вытащил после того, как он изменил направление полета. Открылась игра. Рахиму Стерлингу это было только и нужно. Бежит Хендерсон, бежит Каутиньо. Джерарду, конечно, под удары здесь. Мяч и верховодит атаками Ливерпуля. Но вот Эмрэджан замешкался. Маркович не накрыл соперника. И хорошо, что здесь Бен Джонсон. Человек, который, безусловно, должен такие мячи снимать. Но вот дальше вопрос к опорной зоне. Хотя здесь Каутиньо был рядышком. И рикошет едва не помог Челси открыть счет. Эден Азар ловит Эмрэджана. Пытается поймать на смене ритма. Подключает Виллиана, который прописался здесь в центре уже. Рамирес. Открывается Иванович. Нет, Рамирес бьет сам. Зачем? По девяткам там Миньо Лель сегодня. Там голкипер сборной Бельгии, который тащит все и поймал кураж. По-моему, Марио успел уже сделать все. Пообщаться с Куртом Зума. Схватить кого-то руками. Ну вот пас пяткой шикарный на Каутиньо. Джерард. Да, Балателли игрок эпизода сегодня. Ждать от него целенаправленного давления, помощи каждую минуту у Ливерпуля сложно. Нет положения вне игры у Эдена Азара. Открывается здесь Оскар. И здесь бросит Диего Коста передачу. Получает ее Диего. Удар слева. И здесь блокируется твейдовый ящик. Ух ты, что делает Азар. Против двух игроков центральной зоны полузащиты. Ну а здесь Вильям подает Иванович. Супергол Ивановича. 1-0 переди Челси. Мы говорили о том, сколь много значит в этом матче стандарты. Иванович убегает. Ото всех вообще его никто не держит в данном случае. И Шкартел разводит руками. Балателли! Ну все понятно. Повтори покажут, Жозеф. Повтори покажут. Мы же знаем, что ты умеешь пользоваться пультом. Убивай. Морена. Их Эдерсен. А момент был сродни моменту Ивановича. Аспеликуэто, который подскользнулся. Посмотрите на его реакцию, когда он понял, что проиграл Хендерсона, и тот не попал. По-моему, это был самый глупый. Перчаткой. А ладони Куртуа, будь здоров. Ламберт. Он будет бороться до конца. Передача Балателли! Промахивается мимо мяча Куртуа. И Балателли, конечно же, решает пробиться. Больше единоличник, чем Марио Балателли. Вот люди в центре стоят, трое. Можно попытаться. Азар. Опасно Рамирес. Но он бьет только влево. Как будто Ливерпуль знает, что Рамирес все равно не забьет.